Привет! Сегодня с помощью бухгалтера и сайта налог.ру изучаем конторку ПАОДЕК Николая Скнамури Хабаровского края, которая своим «хочу» способна объявить нас должниками и отключить нас от жизнеобеспечивающего ресурса. Очень кратко, только самая суть, чтобы было понятно. Мне бы интересны были комментарии вашего бухгалтера. Бухгалтерским документом это не является. Это является документом, если можно, например, взять уведомление о документе о наличии задолженности. Это, скорее всего, что документ, который является, как бы это правильно выразиться, предупредительным документом, то есть предсудебным документом. Я понимаю. А является ли он платежным документом? Это документ платежным... здесь стоит счет о наличии задолженности. Платежным документом... что вы подозреваете платежным документом? Под платежным документом мы относим платежный документ, который... то есть это по которому документу мы платим. Является ли данный документ платежным документом, скажите, пожалуйста. То есть обязанным или по нему платить? По вот этому документу. Первый вопрос, еще раз, он остается, он не снимается. Является ли данный документ платежным документом? Платежным документом я его не могу отнести. Это не платежный, это предупредительный документ к основному вашему платежному документу. Хорошо, спасибо. Вот этот документ, конечно, это же платежный документ. А вот этот документ является платежным? Это не платежный документ. Это не платежный документ. А мы по нему обязаны оплачивать? Обязаны обязательно. Почему? Ну, потому что вам выставили этот счет, вы пользуетесь нашими услугами и должны оплачивать. Ну, мы же оплачиваем по платежному документу. А можно мы тоже будем? А что платежный документ? Документ, по которому непосредственно должна производиться оплата. Это в вашем понимании, да. Это не в моем понимании. Скажи, пожалуйста, цифры. Согласно, 402. Одну секундочку. Да, вы знакомы с таким федеральным законом о бухгалтере? Ну, конечно. Там, вам, надеюсь, известно или вы не забыли, что там должна быть подпись главного бухгалтера, печать, фирму, да? Это является платежным документом. Платежным документом для юридического лица, но не для физического лица. Значит, вы мне посылаете просто бумажку. Я утвержден в квитанцию, да, конечно. Вы присылаете мне бумажку, по которой я должен заплатить вам. Это не бумажка, это квитанция. Квитанция, да? Я иду в банк с этой квитанцией, предъявляю ее и плачу по ней. То есть, это платежное требование, получается. Это не требование платежное, это квитанция. Смотрите, а если я, допустим, сам сделаю такую бумажку и дам вам... На основании чего вы можете дать мне эту квитанцию? 402. Вы предоставляете мне какие-то услуги? Нет. О чем мы с вами сейчас разговариваем? Дело в том, что вы нам тоже услуги не предоставляете. Мы предоставляем вам услуги. Нет, вы являетесь у нас всего поставщиками. Да. Мы поставляем вам услугу. Вам это оплачивает наше правительство. У меня вопрос... Не правительство нам это оплачивает. Смотрите, у меня такой вопрос... Согласно 210-го фразы, все муниципальные государства. Мы не муниципальные организации. Смотрите. Мы хотели... Вот расчетное предприятие. И к муниципальному предприятию мы не имеем никакого отношения. Смотрите, пожалуйста. Докоммерческая организация. Кармическая организация. Да, что и коммерческая организация. У вас, и карте, и мы должны включать договоры. Выключены. Согласно гражданскому правительству. Это понятно. Договор мы заключаем только с юридическими лицами. Если вы хотите, как физическое лицо, заключить с нами договор, вам это никто не мешает. Пожалуйста, заключение. Тогда почему вы подаете в мировой суд финансовый иск, если вы должны подавать его в арбитражный? Документы у вас не соответствуют ГОСТу. Это не платежный документ. А, это не платеж. Платежный документ, вот я показала. Вы обязываете меня платить по квитанции? Да. У вас есть договор с нами? Нет договора, потому что вы не являетесь юридическим лицом. Договор мы заключаем только с юридическими. Значит, определенный период времени, да, вот времени нашей жизни, вы от нас требуете энную сумму. Но, энергию... Не просто так, давайте договоримся не просто так, а за потребленную вами же электроэнергию. Именно так, нежно и ласково, развешивая на уши доверчивым обывателям развесистую лапшу, РУС ГИДРА через Владивосток, через Хабаровск ползает под шкуру нижнеамурцам. Ваша компания организовалась недавно, здесь присутствует ваш филиал, я так понимаю. Филиал? Ну, я работаю здесь 10 лет, но вообще лет 20, наверное, она существует. Вы филиал, да? Мы. То есть у вас... У нас... Вот в данный момент я представляю интересы Николаевского на Амуре отделения филиала. Филиала. ПАОД Хабаровская, НРБ. Конечно, у вас есть УГРН, да? Конечно, безусловно. Вот вы зарегистрировали в ЮГРИЛ. Обязательно. А вот я что-то это не нашел, чтобы вы его видели. Ну, это же не наши проблемы, это ваши проблемы, чтобы вы не нашли. А можете показать сейчас нам эти документы? А на основании чего я вам должна предоставлять эти документы? Запроси. А вот теперь будет самое интересное. Сомнение в чем? Где-то я это уже слышал, где-то я уже слышал, и нам ничего не предоставили, нам ничего не предоставили, ну потому что у нас головной сам ДЭК Николаевский, в Хабаровске филиал, а Дальневосточная энергетическая компания находится в городе Владивостоке, и у нее 4 филиала, и один из них Хабаровск, Энергосбыт, я вам говорю, филиал, а головная компания у нас в Владивостоке. Это уже по третьему разу, да, мы запрашивали главу? А уже где-то было, ну покажите что-то заявление. Покажем сейчас. Сейчас покажите, и мы будем решать. Мы пока с вами работаем, ваши ответы фиксируем, конечно. Доказатель, я пока не знаю. Вы же отрезали свет. Мы Николаевское отделение филиала. Давайте слушать внимательно. Слушайте внимательно, еще раз. Филиалин, который вы указываете в платежном документе. Почему ННН стоит не Хабаровск? Я должна ознакомиться с этим документом. Я вот сейчас так наручно ничего не могу сказать. Ознакомьтесь. Я должна, во-первых, я должна это посмотреть. Что вы, может быть, вы вытащили этот лист, не прошнурован, не пробушурован. Вы взяли его, спальтифицировали этот документ. Такой же можно предположить? Можно. Предположить. Он не заверен, что это. Это я могу нарисовать на этого. Ты сама подлежит сертифицировать. Все, мы довели за среди. Довели, что вот, пожалуйста. Так, это у нас выписка из Единого государственного реестра юридических листов. ПАО, Дальневосточная энергетическая компания. То есть сейчас вот специалист, бухгалтер, да, он будет с этим документом ознакомиться. Вы, пожалуйста, себе отметьте и с сайта игрил.новов.ру вытащите вот этот вот документик и... Если я посчитаю это необходимо, я это сделаю, потому что у меня несколько других целей и задача идти в организации не будет. Вот, может быть, это вас каким-то образом постимулирует? Я не считаю, что ваши слова я могу принять. Это не мои слова. Это слова, то, что вот мы взяли с сайта, официального сайта, официальную выписку. Я просто не могу понять, цели вашего присутствия. И здесь написано, что вашей организации не существует. Я много вопросов, как же видите? Вижу. Непонятных для меня целей. Каждый вопрос, какую-то цель преследует. Может быть, цель вашего присутствия здесь. Если наши вопросы вам непонятны, то, возможно, все-таки правильно, что... Да, квалификации не хватает. Может быть, это не вам решать мою квалификацию? Может быть. Нет, ну непонятно же вам наши вопросы. Ну, непонятно совершенно ваших вопросов. Мы, смотрите, мы вас как бухгалтер, как специалиста, вот спрашиваем сейчас непосредственно. Вот мы с официального сайта... У нас в задавании чего вы мне задаете эти вопросы? Вот скажите мне, я говорю, вы у меня преподаватель, я даю вам экзамены. С официального сайта. Господин, вы deutsche New Day. Скажите мне, пожалуйста. Вы пользователи. Вы пользователи. С официального сайта. Я понимаю, что вы имеете право запросить учредительные документы, но никто вам не дает право запросить документы по моей квалификации. Это будет задавать вопросы только мой руководитель. Вы сейчас переворачиваетесь. И руководитель мой не будет этого делать, я уверена в этом. Мы не должны вам предоставить все учредительные документы, включая лица официального сайта. Мы обязаны это сделать, мы это сделаем. Но подтверждать свою квалификацию перед вами я не буду. И я имею на это право. Руководитель подтвердит. И руководитель, если со счет нужным, он будет подтверждать. Если со счет нужным. Еще раз я повторяю просто вопрос. Это с официального сайта взяла выписка из единого государственного реестра. Я не вижу подтверждения, что это с официального сайта. Это просто распечатанный документ. Вопрос сказан. Вам довели к сведению, и вы посмотрите, что вас здесь нет. Вы откройте свой компьютер рабочий, привязанный к вашему рабочему месту. Посмотрите сами. И сделайте распечатку с официального сайта, как вам покажется необходимым, на ваш взгляд, профессиональным. И вы обнаружите то же самое, что и я сейчас. Что вас здесь нет. Вопрос будет тогда уже другой. Когда вы это обнаружите, задайте себе, пожалуйста, вопрос. Кто вы такие здесь вообще? А вот вам и резюме. А конторки-то и нет. Есть некий пиратский корабль, который по законам морского права кошмарит мирное население СССР. Кошмарит здесь, на суше. Но документально этот пират нигде не зарегистрирован. На то он и пират. Финансовое руководство конторки Паудек и слышать ничего не желает о своей неправоспособности. У них весьма серьезная крыша. Но ведь всегда есть кто-то выше. И на каждую хитрую попу всегда находится некий народный инструмент с винтом. Так будет и на этот раз. Правда победит, а совесть поможет. Выявляйте пиратов и не забывайте ставить лайки. Пока-пока. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok